За последний месяц хозяйка квартиры на Луговой 75А уже дважды вызывала аварийную службу. Потолки в ванной, коридоре и на кухне у Евгении Юрьевны покрылись желтыми разводами от высохшей воды. В некоторых местах вздулась штукатурка. Периодические подтопления случаются в этой квартире уже не первый год. И пенсионерка уверена – все проблемы от соседа сверху. Вот он меня топит и топит и не находит нужным никак вот это вот устранить. Выяснить причину и устранить ее. Он не находит нужным, а я что должна делать? И бездеятельность управляющей компании. Неужели нет никаких рычагов, которые могут нажать на таких соседей? Управляющая компания Ленинского района знает об этой ситуации не понаслышке. Все обращения Геласимовой собраны в отдельную папку. Сотрудники управляйки не раз высылали на адрес мастеров и слесарей. Протечек и поломок в общедомовом имуществе, то есть стояке и канализации, специалисты не нашли. Было установлено, что в квартире номер 28 выше расположенной неисправно сантинарное техническое оборудование. В данном случае ответственность за этот пролив несет именно собственник жилого помещения, потому что это не относится к общедомовому имуществу. То есть это то самое оборудование, состав которого определен 491-м постановлением. Евгении Юрьевне мы посоветовали в ответе обратиться в судебные органы. По словам специалистов управляющей компании, причина подтоплений банальна. У соседей сверху через бортики ванны уплескивается вода, пол вокруг становится влажный, и в результате на потолке пенсионерки появляются некрасивые желтые разводы. Хозяин квартиры уверяет, что никаких проливов у него нет. Чтобы помочь мастерам разобраться в ситуации, он самостоятельно снял плитку и открыл доступ к трубам. Говорит, что слесаря протечек не нашли. Валерий предполагает, что проблема может быть в квартире этажом выше, но там по неизвестной причине никаких обследований и осмотров слесаря не проводит. Скорое разрешение ситуации осложняет и вражда между соседями. Напомним, что ответственность за содержание коммуникации внутри квартиры лежит на собственнике, поэтому устранять аварии он должен самостоятельно. Марина Зубко, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.